Пациент с последиагностической торакотомией в другом учреждении нашего города подтвержден аденокистозный рак правого главного бронха. Проведена лучевая терапия опять-таки в учреждении нашего города и к нам пациент обратился с опухолью правого главного бронха с переходом на нижнюю треть трахеи. Поражение лимфоузлов, вы видите, поражение лимфоузлов средостения. Эндоскопически что-то может быть запущено или нет? Не работает? Нет, ничего не может быть. Эндоскопических нет возможности, видео невоспроизводимо. Брохоскопические – это правый главный брон с переходом на трахею, до устья промежуточного бронха. Компьютер ПЭТ-КТ не выявил отдаленного метастазирования. Данные других исследований свидетельствуют об операбельности. И, возможно, выполнено будет три варианта резекции. Либо это брохопластическая верхняя лобэктомия с В-образной реконструкцией корины, либо это может быть би-лобэктомия, если это ниже по промежуточному бронху, то тоже с двухрукавной В-образной реконструкцией корины, либо расширенная пневмонэктомия с циркулярной резекцией бифуркации трахеи. Давайте следующий. Следующий пациент. Мы подготовили два пациента, и будет одна трансляция из Москвы, из РОНС. Так, я думаю, что это наш пациент. Да, наш пациент, который обратился с центральной опухолью в верхней доле... А попробуем вот это запустить видео в верхнюю. Можно щелкнуть как-то? Да. У пациента рак верхней доли правого лёгкого с переходом на трахеобронхиальный угол. Можно тоже, да. Брохоскопический – это устье верхнедолевого бронха с переходом также на промежуточный бронх. Шпора главного бронха, видите, инфильтрирована. ПЭТ-КТ, по ПЭТ-КТ нет никаких данных за одолённое прогрессирование. Есть поражение, по-моему, коренальных лимфоузлов. Не будем останавливаться. Функционально пациент подходит для оперативного вмешательства. В зависимости от вовлечения трахеобронхиального угла будет выполнена либо брохопластическая лоб-билобэктомия, может быть с анатомической резекцией шестого сегмента, базальная пирамида в устье правого главного бронха. Если это будет переход на трахеобронхиальный угол, то это будет верхняя билоб с Y-образной реконструкцией, либо билобэктомия, либо, может быть, пневмонэктомия с циркулярной резекцией бифуркации трахеи. И ещё одну презентацию, там ещё третья. Это то, что будет тот пациент, который будет транслироваться из РОНС, в 68 лет, периферический рак нижней доли правого лёгкого, Т1Б, первая А стадия, планируется трахеокоскопическая нижняя лобэктомия с ипсилатеральной медицинальной лимдисекцией. Иммуно-цитохимические – это аденокарцинома, размерами 2,2 на 1,9 см. Это компьютерная томография по 2Р, но здесь, похоже, нет поражения лимфоузлов средостения и нет поражения седьмой группы. Планируется трахеокоскопическая нижняя лобэктомия, расширенная, то есть с ипсилатеральной медицинальной лимдисекцией. Да, пожалуйста. Абсолютно грамотный вопрос человека, который понимает, что такое резекция бифуркации трахеи. Почему? Потому что резекцию бифуркации трахеи можно выполнить не больше 4 см по длиннику. Дальше вы сможете сформировать, конечно, сможете сформировать циркулярный анастомоз, но этот анастомоз складывается в щель, видя, так скажем, препятствие аорты. Поэтому у нас ограничение по длиннику до 4 см трахеи. Поэтому то, что мы планируем максимально резекцировать, даже асимметрично, правый трахеобронхиальный угол на одно-два полукольца выше, там, где как раз-таки расположена опухоль, а составляя ниже трахею на два полукольца для формирования трахеи и левого главного бронха. А образовавшееся окно, так скажем, в трахеобронхиальном углу мы планируем подшить и заполнить бронхом промежуточным либо нижнедолевым в зависимости от краев резекции. Конечно, будут края резекции изучены. В случае, если опухоль будет ниже, чем базальная пирамида, то есть ниже, нижнедолевого и после отсечения 6-го анатомического резекции 6-го сегмента, тогда будет предпринята попытка пневмонектомии. То, что касается выше резекции и ниже, ну, я вижу грань по резекции бифуркации трахеи, одно полукольцо левого главного бронха и 3 полукольца трахеи, не трахеобронхиального угла, а трахеи. Поэтому это то, где мы можем безопасно для пациента резецировать для циркулярного, при циркулярной, при пневмонектомии. Если мы планировать будем Y-образную реконструкцию, у нас есть запас резекции правого трахеобронхиального угла еще на два полукольца. И тогда мы установим это устье бронхов правого легкого, остатков, скажем так, в этот образовавшийся дефект. Не исключено, что если мы базальную пирамиду будем подтягивать к бифуркации трахеи, нам придется реимплантировать нижнюю легочную вену в верхнюю легочную вену, чтобы не было натяжения. Но это будет оценка только интероперационная. И в принципе я понимаю, что мы, наверное, обе операции не сможем выполнить в один день и с постоянной трансляцией, но мы подготовили одного пациента однозначно, а вдруг он не пойдет, всякое может быть, карциноматоз, либо еще что-то такое, чтобы был у нас запас. Поэтому в принципе здесь мы, даже я сейчас и спрашиваю у зала, спрашиваю у зала, что бы хотели увидеть? Первого пациента? Второго пациента хотели увидеть? Аденокистозного рака? Рак легкого просто, без аденокистозного. Хорошо. Хорошо. Все? Все тогда на сегодня мы исчерпали повестку. Спасибо огромное за внимание, за участие, и за тех, кто приехал, и доложить, и послушать. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.